Влада бежала по улице, размахивая сумочкой и улыбалась всему миру, ведь сегодня ее первый рабочий день в ресторане. Как же долго она искала эту работу, сколько пороги обивала. И вот, наконец-то, повезло. Ну и пусть она всего лишь посудомойщица, это ничего, зато официальное оформление. Вдруг сыночек приболеет, можно взять больничный, да и зарплата стабильная будет, а то в кошельке уже не копейки. Но ее хорошее настроение улетучилось уже с порога. Контраст между красивым залом для гостей и кухней был просто огромен. Ее ждала гора грязной посуды и грязь под ногами, на кафельных стенах въевшиеся жирные капли и снующие туда-сюда повара с официантами. Гомон, суета и полная неразбериха совершенно сбили с толку девушку. Она робко мялась в двери и не решалась войти. Тут ее заметил хмурый администратор и прикрикнул. «Ты новенькая? Посудомойщица!» Влада кивнула, а мужчина строго сказал. «Чего так поздно явилось? С завтрашнего дня рабочий день с семи утра. Не стой столбом, быстро переодевайся и за работу. Да и смотри мне не ленись, а то наберут не пойми кого по объявлению». Девушка быстро прошмыгнула в подсобку, надела запачканный передник, шапочку и длинные перчатки желтого цвета. С этого момента начался ад. Она целыми днями только и делала, что мыла, терла до блеска кастрюли, сковородки, да перекружала посудомоечную машину. А посуде, казалось, не было конца и края. За смену с нее сходило семь потов, будто в сауне побывала. Ноги гудели, опухали, повара, проработавшие в этом заведении, много лет лишь посмеивались над новенькой. «Смотри, не надорвись, золушка ты наша, а то завтра же сбежишь. Привыкай, тут работенка не сахар, до тебя были женщины и покрепче, и то через недельку рассчитывались, так что и тебя надолго не хватит». Влада ничего не отвечала, лишь продолжала усердно трудиться, хотя силы были уже на исходе. Она даже уснула в маршрутке по пути домой. От усталости глаза сами закрывались. Влада печально смотрела на свои красные, распухшие от горячей воды и моющих средств руки. Нежный маникюр, который она сделала только вчера, облез, и это был только первый день. Но несколько крупных купюр, которые ей дали в конце смены, все же очень радовали. Влада купила хлеба, молока для каши, конфетку на палочке сыночку и пошла забирать ребенка из детского сада. Миша радостно кинулся к маме, всю дорогу щебетал что-то, а Влада думала, «Ничего, нужно привыкнуть, зато не голодные будем и коммуналку вовремя оплатим, а то вечно долги. Что поделать? Такова жизнь. Помогать нам с Мишей некому, нужно рассчитывать только на себя». Вечером девушка уложила сына спать, почитала ему сказку, а сама еще долго крутилась, пытаясь унять боль в нующих ногах и перебирая в памяти всю свою жизнь. Детство Влады вряд ли можно было назвать счастливым. Ее растила мама одна, а копеечной зарплаты кладовщика едва хватало на жизнь. Они всегда и на всем экономили. У девочки никогда не водилось новых игрушек или вещей. Они всегда были за кем-то доношены, и это было унизительно. В школе над ней все насмехались, называли заморашкой. Другим детям на Новый год дарили телефоны, самокаты, скейтборды, а ей только шоколадные конфеты и какой-нибудь дешевенький сувенир. Да еще это дурацкое имя Влада. Как же оно не нравилось девочке? И зачем только мама ее так назвала? Одноклассники то и дело нарочно называли ее Буладиком, а она злилась. Для нее была только одна отрада – учеба. Тут ей в классе равных не было. Память у девочки была от природы отличная. Она схватывала материал на лету, а в дневнике была только пятерка. Учителя ее хвалили, подбадривали, говорили, что есть потенциал, что она должна идти учиться дальше. А вот злые одноклассники лишь хохотали. Ты зря землю роешь, зубрилка. Ты же нищая. На обеды то денег не дают, так что нет смысла стараться. Универ тебе не светит. Только мама верила в нее, успокаивая дочку. Ничего, Владушка. Мы затянем поясок потуже. Я уже начала понемногу откладывать. К выпускному соберу денег, ты будешь учиться. А то так и промаешься, как я без образования. Я так хочу, чтобы ты стала счастливее меня. На выпускной бал девушка тоже не пошла, ведь у нее не было красивого платья. Не хотелось позориться перед одноклассниками. Да и мама как на грех заболела. Она долго кашляла, думала, что бронхит. Пила антибиотики и лечилась дома травами. Но состояние только ухудшалось. Потом она стала плохо есть. Все время сонная ходила и сильно уставала. Да и температура все время была повышенная. А когда пошла к врачу и ей сделали рентген, то выяснилось совсем ужасное. Влада плакала тайком, подвадривала маму. Все деньги, которые ей удалось собрать на обучение, пошли на лечение. Мама прошла три курса химиотерапии, но организм не справился. Мамы не стало. Ее смерть сильно подкосила Владу. Она не знала, как дальше жить. Была попросту не готова к тяжелой, взрослой и самостоятельной жизни. Мечты об университете так и остались мечтами. Нужно было учиться выживать в одиночку. Тут-то и встретился на ее пути Антон. Влада помогала парню готовиться к защите диплома. Они усердно занимались вместе, а вскоре между ними возникли чувства. Антон был тоже небогат. Обычная семья. Отец-токарь, мать-няня в детском саду. Поэтому молодые люди вместе искали варианты подработки. Чем только не занимались. Даже обои людям нанимались клеить. Жених не дарил девушке дорогих подарков. Да и свидания их в основном проходили у Влады дома или просто гуляя в парке. Но это вовсе не огорчало девушку. Ей было не привыкать экономить. Она радовалась даже веточке сирени или дешевой помаде. И очень любила Антона. Искренне и беззаветно. А вот жених очень злился, что они живут так бедно. Ему хотелось любыми способами вырваться из этой серой беспросветности. И он часто ворчал. Как мне все это надоело. Ну, получу я диплом. Дальше что? Стану каким-нибудь инженером у отца на заводе и снова копейки считай. Разве можно там заработать на машину крутую или отдых на лазурном побережье? Или на шмотки нормальные? Нет. Нужно что-то придумать, чтобы получить разом жирный куш. Я не готов горбатиться, как мои родители до пенсии. Влада возражала. Милый, ну не злись, прошу. Ничего не поделать, такая жизнь. Все так живут. Вот поженимся, я рожу ребеночка, будем растить его вместе. Разве не это настоящее счастье? Мы ведь любим друг друга. Это главное. Антон лишь отмахивался. Сплюнь. Не хочу я никаких детей. Не все так живут. Просто ты другой жизни не видела. Вон по телевизору уже показывают, как на завтрак деликатесы едят. Да на Мерседесе рассекают. И я так хочу. Родственников богатых и то нет, чтобы пару миллионов наследства оставили. Влада вздыхала. Да уж, у меня тоже нет. Есть только дедушка в глухой деревне. И то мама с ним никогда не общалась почему-то. Я тоже его никогда не видела. Но вряд ли он миллионер. Ладно, фантазер. Пойдем картошку жареную есть. Пока горячая. Забеременела Влада, как водится, очень неожиданно. Но об аборте даже не думала. Ведь они с Антоном почти семья. Осталось там в паспорте поставить. Это их совместный ребенок. Однако жених было совсем другого мнения. Он рвал и метал и уговаривал невесту избавиться от ребенка. Мол, денег и так нет. Ни сейчас, ни вовремя. Но Влада и слушать ничего не хотела. Сказала, что будет рожать в любом случае. Вот тогда-то Антон и стал от нее отдаляться. Где-то пропадал ночами. Ушла душевная близость. А когда до родов оставалось меньше месяца, жених и вовсе бросил ее. Нашел себе другую невесту, богатую и перспективную. А то, что она была намного старше него, Антона совсем не смущало. Он готов был прогибаться перед ней и всеми ее родственниками. Лишь бы жить богато и в достатке. Спасибо, хоть денег народу оставил. Но на прощание строго сказал. Учти, я этого ребенка не признаю. Это только твой выбор. Я просил тебя аборт сделать. Просил. Наша связь была ошибкой. Жаль, я поздно это понял. У меня теперь будет совсем другая жизнь. Сытая, о которой я давно мечтал. Короче, прости и прощай. Влада плакала и кричала. Но ведь ты ее не любишь. Она же старая и почти 50 уже. Неужели деньги для тебя дороже любви и ребенка? Да ты просто чудовище. Антон ничего не ответил, ушел, хлопнув дверью, оставил свою невесту одну. А дальше начались для Влады совсем тяжелые времена и полное безденежье. Выйдя с малышом из роддома, она оказалась один на один с суровыми реалиями жизни. Денег совсем не было. Детского пособия едва хватало на еду, коммуналку и то нечем было платить за все. Влада выкручивалась как могла. Нашла в шкафу пыльный отрез хлопчатобумажной материи, еще с советских времен там хранился. Достала старую швейную машинку и вспомнила, чему учила мама. Да, очень хорошо шила. Молодая мамочка соорудила ползунков и подгузников, пеленок, распашонок, тем и спасалась. Та же соседка подсказывала ей, что можно сэкономить и посереть яблочко на терке, а не покупать дорогущее пюре или печенье размочить в молоке. Тоже дети любят. В детской консультации все удивлялись, почему же она не надевает ребенку памперсы, ведь это же удобно, и стирки меньше, и ребенок спит лучше. Влада отвечала, я против памперсов, они вредные, зато мой малыш быстрее на горшок пойдет. Хотя молодая мама просто не могла себе позволить потратить деньги на памперсы, ведь они были такими дорогими. Тетя Катя знала Владу с детства, жалела ее, помогала, чем могла. То пирожков принесет, то овощами с дачи поделится. С Мишей посидит, пока девушка бегала поискать хоть какой-то подработки. Сынок Владу радовал. Он и впрайм рос не по годам развитым и смышленным. На десятом месяце уже уверенно топал ножками, а ближе к году ел ложкой и сам просился на горшок. Когда сыну исполнилось полтора года, Влада вынуждена была отдать его в ясельную группу. Искать себе работу надо было. И вот ей повезло, хозяин ресторана сжалился над молодой мамой и взял ее посудомойкой. Так что это место девушка никак не могла потерять. Знала, с таким маленьким ребенком на руках ее вряд ли куда-то возьмут. Она решила сцепить зубы и терпеть все, лишь бы ее сыночек ни в чем не нуждался. Ведь впереди осень, нужно малышу комбинезон теплый купить, ботиночки новые. О себе она и вовсе не думала. Благо, совсем не поправилась после родов и носила все те же вещи, что и много лет назад. Коллеги поначалу смеялись над ней. Ну, как же, одевается не по моде, не красится совсем. Ребенка нагуляла без мужа, видно, та еще девица. Но когда их кухня засияла чистотой, а начищенная посуда улыбалась, ее зауважали все, и даже до директора дошли слухи, что новенькая оказалась настоящая фея чистоты. Тот и так периодически лично ходил на кухню, проверял, кто там и что делается, а тут, услышав такую новость, тут же засобирался с проверкой. Осмотрев все, он и вправду остался доволен. Продукты аккуратно расставлены по полочкам, все по местам, посуда тоже как будто только что купленная, в раковинах чистота, столики убраны, придраться было не к чему. Он присмотрелся к новенькой, личико было приятное, длинные ресницы, открытая улыбка, добрые глаза голубого цвета. Но показалось Владиславу Алексеевичу до боли знакомым, но вот где и когда он мог увидеть девушку, он так и не вспомнил. Директор решил похвалить новенькую. «Влада, я доволен вашей работой, вы профи своего дела. Хочу вам даже небольшой бонус к зарплате выписать за труды». «Так, держать». Девушка залилась краской, сказала спасибо и стала еще усерднее начищать огромный казан из-под плова. А вот администратор поспешил добавить ложку дегтя. «Смотрите, не перехвалите, посмотрим еще, как дальше будет работать. У нее ведь ребенок малый на руках. Вот заболеет еще свящи нашу посудомойку». Валентина Петровича не любили все, и он тоже отвечал взаимностью. Держал персонал в кулаке, отбирал чаевые, премии не доплачивал. С посудомойки в этом плане, конечно, взять было нечего. Ей и так не дают чаевых, но вот по работе он ей спуску не давал. То и дело рыскал и искал недочеты, заставлял по нескольку раз перемывать. В общем, придирался как мог. Не нравилась ему эта новенькая, больно прыткая казалась. Работает-то всего пару месяцев, а директор уже заметил. Он мечтал от нее избавиться, но девушка стойко переносила все его подколки и усердно трудилась, не приседая. Валентин Петрович даже удивлялся, где она силой берет. Теперь жизнь у Влады стала полегче. Несмотря на сильную усталость, она могла с сыном нормально питаться, купить детскую одежду, своевременно оплачивать сад и квитанции. Соседка тетя Катя всегда соглашалась посидеть с малышом, если в саду был карантин или если Миша болел. Очень выручала молодую маму. Ей не приходилось брать больничные, чтобы не накликать на себя гнев начальства. Владислав Алексеевич однажды за ужином поделился с женой. Знаешь, Жанна, ко мне в ресторан одна девушка попросилась на работу. Мать-одиночка с малым детям на руках. Я сначала брать не хотел, думал, начнет на больничных сидеть. Какая с нее работница? Но потом мне ее стало так жалко. Совсем молоденькая, двадцать с небольшим, одета бедно, видно, что нуждается. Но при этом такая милая, открытая, симпатичная и без макияжа хорошая. Так вот, я тут недавно рейд на кухню сделал очередной. Я тебе такое скажу. Эта юная барышня оказалась такой труженицей. Отмыла всю кухню, посуду, любо-дорого смотреть. Целый день тарелки натирают без отдыха. Я ее очень доволен. Жанна напряглась, видела, как загорелись глаза супруга, когда он говорил о той посудомойке. Ей это не понравилось. Больше всего на свете она боялась потерять источник своей роскошной жизни. К чему такие восторги мужа? Знала она таких беднячек, цепких, хватких, не нужна ей конкурентка. И она решила избавиться от этой простушки и от греха подальше. Бедная Влада трудилась исправно и даже не подозревала, что нажила себе в рога в лице жены хозяина. В один из рабочих дней вдруг ни с того ни с сего всех работников хозяин вызвал к себе в кабинет. Такого раньше не было. Все шептались, не понимая, в чем же дело. В кабинете за столом сидел Владислав Алексеевич и его супруга Жанна, неприятная особа. Пристально на всех смотрела, прожигала глазами насквозь. Директор кошлянул и начал неприятный разговор. Значит так, товарищи. У меня сегодня со стола пропала золотая ручка Паркер. Это подарок моей супруге и вещь весьма дорогая. Многие из вас трудятся в коллективе уже много лет. Никогда у нас краж не водилось. Я даже не думал запирать кабинет. Но раз такой инцидент все же произошел, я вынужден буду проверить каждого из вас. Осмотреть личные вещи. Ну, кто первый? Повар надвинул колпак и нахмурился. Это даже унизительно, Владислав Алексеевич. Мы столько лет тут верой и правдой трудимся. А вы? Вы новенькую сначала обыщите. Она позже всех пришла. А в своих ребятах я уверен на все сто. Директор посмотрел на Владу. Она стояла бледная и перепуганная. Он произнес. Ну что ж, давайте с вас и начнем, Влада. Покажите свою сумочку, пожалуйста. Если вы ничего не крали, вам бояться нечего. Девушка залилась краской и высыпала содержимое своей сумки. Все стали пристально осматривать, что там. А у Влады было ощущение, что копаются в ее белье. Так мерзко. Ручки там не было. И тут супруга хозяина подскочила к девушке и с силой рванула ее левый карман. Оттуда выпала злополучная ручка. Все застыли в изумлении. Да и сама Влада ничего не понимала. Как эта вещь оказалась в ее кармане? Ведь она даже близко никогда не подходила к кабинету директора. Жанна, не давая никому опомниться, завизжала. Ты воровка. Вот ты и попалась. Не успела даже краденое перепрятать. И не стыдно же тебе. Муж тебя пожалел. На работу с маленьким ребенком взяла. Ты вот так его отблагодарила. Владик уволи ее немедленно. Чтобы другим неповадно было. Влада плакала и пыталась объяснить, что не брала ничего чужого. И что вообще с кухни никуда не отходила. Уборщица Вера тоже это видела. И понимала, что девушку подставляют. Но решила не вмешиваться, а то еще и ее обвинят в соучастии. Мало ли. Директор вынужден был при всех уволить Владу. Та забрала расчет и, рыдая, ушла прочь. А Жанна продолжала поливать грязью воровку. Влада не знала, что делать. Работу потеряла. Снова они с Мишей остались без копейки. А еще было обидно. Ее будто изваляли в грязи. Ни за что, ни про что. На следующее утро Миша выспался в сласть. Никто не будил его в садик, не заставлял чистить зубы и натягивать противные колготки. Малыш удивленно тер глазки и пошлепал босыми ножками искать маму. Та лежала на кровати ничком и плакала. Перепуганный мальчик спросил. Мам, ты что, плачешь? Тебя кто-то обидел? Тогда я возьму саблю и буду тебя защищать. Мы что, в садик не идем? Малыш ужасно картавил и коверкал слова, а Влада рассмеялась сквозь слезы. Обняла карапузу, прижала к себе и сказала. Мой защитник, спасибо тебе. В садик мы сегодня не идем. И завтра тоже. У нас выходные. Так что идем умываться и кашу варить. Миша прикричал ура, он терпеть не мог садик и согласился на радостях даже кашу съесть, лишь бы побыть дома с мамочкой. Вдруг в дверь квартиры позвонили. Влада пошла открывать. На пороге стоял представительный мужчина средних лет, в очках и с папкой в руках. Он посмотрел на девушку и спросил. Владислава Карагина, это вы? Девушка удивленно кивнула, но пока ничего не понимала. Малыш, увидев незнакомца, спрятался за мамины ноги. Мужчина прошел в коридор, открыл папку и произнес. Меня зовут Николай Семенович Кашников. Я нотариус. Ваш дедушка Карагин Савелий Кондратьевич перед смертью составил завещание, где оговорено, что после его смерти вам переходит во владение его дом по адресу Деревня Спасовка, улица Красная, дом 8. Вот, пожалуйста, все документы на вашу недвижимость. Поздравляю, теперь вы его законная владелица. Влада опешила, лепетала. Ну надо же, а давно дедушка умер? Я ведь даже не знала ничего. Моя мама с ним не общалась, а почему, я не знаю. А я так вовсе его никогда не видела. Где он похоронен, вы не знаете? Нотариус ответил. Дедушка ваш почти полгода назад умер. Мы просто долго вас искали. Он нам совсем другой адрес проживания назвал. А похоронен он там же, на деревенском кладбище. Ладно, мне пора. Дел много. До свидания. Женщина держала в руках документы и думала, какая же она черствая. Ведь давно сама, взрослая, могла бы узнать, где точно дед живет. Проведать, помогать. Все-таки пожилой человек, душа родная. А она даже не додумалась до этого. Зато дедушка, видимо, знал о внучке, раз на меня дом переписал. Даже неудобно, как ты перед ним. Нужно будет съездить, хоть на кладбище сходить. Спасибо сказать ей. Покаяться. Влада посмотрела по интернету маршрут. Ехать было недалеко. Всего-то сорок минут на электричке. Она весь день провела с сыном, а уже под вечер отвела его к соседке тюте Кате. Все ей рассказала и попросила. Можно у вас Миша переночует? Я хочу поехать посмотреть на свое наследство. Но в первый раз сына тащить не хочу, а то вдруг там развалюха. Как там с ребенком ночевать? Присмотрите, я завтра вернусь. Сразу сына заберу. Тетя Катя с радостью забрала малыша. Для нее было в удовольствие с ним возиться. А Влада стала собираться. На всякие случаи взяла термос, кофе, бутербродов, фонарик и даже складной ножик. Мало ли что, ведь она сама не знала, куда едет. Девушка целый час стопала к дому. Он оказался на самой окраине возле леса. Смотрелась. Дом был добротный, большой, из смареного дуба. Такой еще лет сто простоит. Только двор зарос, и ставни были заколочены. Она толкнула калитку, и та отворилась. Влада прошла во двор и опешила. Здесь явно была протоптана тропинка. Трава примята. Замок новый, современный. Вряд ли дед бы такой ставил. Девушка подумала. Странно. Если дедуля умер полгода назад, то кто же тогда тут обитает? Прямо не по себе как-то. Она обошла дом с другой стороны и обнаружила еще один вход. Правда, он был явно заброшен. Видно, дед ним не пользовался. Петли совсем проржавели. Девушка нашла что-то наподобие кочерги и поддела ржавые петли. Водилась минуты десять, но ей таки удалось открыть дверь. Влада зашла внутрь и включила фонарик. Снова мурашки побежали по телу. В доме было натоптано. Причем следы довольно свежие, грязь почти засохла. Они вели к подполу. Вдруг оттуда донеслись приглушенные стоны, возня какая-то. Девушка насмерть перепугалась. Ноги в раз стали ватными. Сердце вылетало из груди. Но любопытство пересилило страх. Она осторожно подошла, отодвинула тяжелую крышку под поло, крикнула. Эй, вы кто там? Оттуда донеслось. Спасите, умоляю, меня похитили. Вытащите меня отсюда. Влада перекрестилась и полезла по хлипкой лестнице вниз. На грязном полу в паутине в пыли лежал мужчина. Он был избит, кровь запеклась и привязан к намертво прибитой полке. Девушка даже вскрикнула. Господи, кто вас так? Потерпите, у меня нож есть. Я сейчас попробую вас освободить. Она стала резать веревки. Возилась долго, но у нее получилось освободить мужчину. Самым тяжелым было поднять изнуренного человека наверх, ведь тот совсем обессилел и никак не мог подняться по ступеням. Влада помогала ему, тащила как могла. Вся взмокла и, наконец-то, поднялась наверх. Девушка положила незнакомцу на диван и сама упала рядом. Не в силах шевелиться переводила дыхание. Потом протянула пленнику сначала бутылку с водой. Тот пил жадно и много, облизывая потрескавшиеся губы. А сама звонила в скорую полицию. Видела, дела у мужчины плохи. Голова с глубокой раной. Твой гляди, сознание потеряет. Да и бандиты, не дай бог, вернутся. Ей одной с ними точно не совладать. Временем мужчина жадно ел бутерброд и рассказывал. Меня зовут Александр Пичугин. У меня небольшая фирма по пошиву одежды. Дело прибыльное, если грамотно руководить. Вдруг меня убить хотел лучший, Сережа Васильев. Я ему как себе верил. Никогда от него такого не ожидал. А он сюда меня притащил. Бил сильно. Требовал, чтобы я на него фирму переписал. А я ему в лицо плюнул. Вот он озверел и камнем меня несколько раз по голове приложил. Все. Дальше я ничего не помню. Очнулся. Привязан. Не пошевелится даже. Думал, честно говоря, мне конец. Я уже реально умирать приготовился. Молитвы читал, как умею. Просил Господа, чтобы побыстрее смерть пришла. Я ведь понимал, что меня тут никто искать не станет. Дом-то, видимо, давно заброшен. Не знаю, сколько так пролежал. Потом вот услышал шаги и стал звать на помощь. Да. Только крик в горле оставался. Сил не было. Хорошо, что вы еще мой стон услыхали. Спасибо. Вы для меня ангел-хранитель. Как вас зовут? Влада представилась, а Саша глотнул кофе. Вдруг ему стало совсем худо. Его стошнило, и он потерял сознание. Девушка сильно запаниковала. Стала бегать по дому, искать аптечку, нашатырь, но бригада скорой помощи приехала вовремя. За ними и полиция. Медики оказали первую помощь и увезли потерпевшего в больницу. Влада поехала с полицейскими в участок. Рассказала все, все, что знала. Заодно и в город вернулась. Пока они найдут похитителей и не соберут все улики в том доме. Да и Саше наверняка помощь понадобится. Она хотела его завтра навестить в больнице. Узнать, что да как. На следующий день Влада отвела сынишку в сад, а сама сварила супчик свежий, купила кефир с булочкой и пошла навестить спасенного бизнесмена. Почему-то она всю ночь о нем думала. Так было жалко мужчину. На нем ведь места живого не оставалось. Она робко зашла в палату. Саша увидел ее и улыбнулся. Голова его была в убинтах. Ссадины обработаны. Выглядел он гораздо лучше, чем вчера. Влада стала выкладывать еду. Привет. Я решила тебя навести. Ты не против? Всю ночь переживала, как ты. Вот суп принесла. Поешь. Поешь, пока горячий. Тебе сейчас силы нужны, чтобы выздороветь. Мужчина даже растерялся и ответил. Спасибо тебе, Влада. Ты удивительная. Я таких никогда не встречал. Вот так прийти на помощь незнакомому человеку, еще переживать, в больнице навещать. Мне приятно. Суп съем с удовольствием. Приложили меня сильно, конечно. Врачи говорят, в чудом выжил. Гематома большая и сотрясение. Вставать не разрешают пока, но после процедуры капельниц мне лучше. Ты мне можешь дать телефон? Очень нужно позвонить на работу. Мастеру своему. Пожалуйста. Саша долго говорил, давал распоряжения, рассказывал, что с ним случилось и пытался выяснить, где сейчас Сергей. Мастер ему рассказал, что Сергей в последнюю неделю вел себя как хозяин. Командовал, брал, что директор уехал за границу насовсем, а фирму доверил ему. Многие сотрудники отказывались верить в такое и настороженно ждали, чем все закончится. Теперь-то правда всплыла наружу, и Саша надеялся, что убийцу скоро поймают. После разговора мужчина покушал, и они долго беседовали. Влада честно рассказал о своем нелегком детстве, неудачном романе, предательстве жениха, о любимом маленьком сынишке и об увольнении. Саша только головой качал, подбадривал ее. Ничего, не вешай нос, какие твои годы? Дурак твой, Антон. Такую девушку променял на деньги. Я бы ни за что так не поступил. Плюнь и забудь обо всем. У меня ведь детство было тоже не сахар. Я сирота, в приюте рос. Серега моим лучшим другом был. Какие мы только переделки с ним не попадали. Сбегали много раз, дрались, булки в столовой тырили. Всякое бывало. А когда нам по 10 лет стукнуло, в приют богатая пожилая пара приехала. Они хотели усыновить именно мальчика и уже не маленького. Вот меня и выбрали среди всех. Повезло, можно сказать. Счастливый билет вытащил. Я потом много раз у приемного отца спрашивал, почему они именно меня взяли. Он отвечал, что я сильно похож на их когда-то скончавшегося от неизлечимой болезни сына. Меня растили в любви. Я закончил экономический вуз. Отец меня вел в бизнес и передал бразды правления. Я о Сереге не забыл, ты не думай. Мы ведь в детстве поклялись, что всю жизнь будем горой друг за друга. Родители, пока были живы, не приветствовали моей дружбы с Васильевым. Он им почему-то никогда не нравился. И мы виделись с ней часто. Но уже став взрослым, имея свой бизнес, я тут же нашел Сергея и взял его в себе. Мне было важно, чтобы рядом был проверенный человек, который не подставит и не предаст. Но вышло ведь все наоборот. Именно мой закадычный друг и хотел меня убить. Это до сих пор не укладывается в голове. Такая вот история. Ну а ты? Как дальше? Чем думаешь заниматься? Планы есть? Влада грустно ответила. Даже не знаю. Сыну всего два годика. С таким маленьким ребенком меня не берут никуда. Жить не на что. Тупик полный. Но мне очень понравился дедушкин дом в деревне. Я бы с сыном туда уехала. До города не очень далеко, зато воздух чистый. Тишина. Перееду туда сразу же, как только твоя история с Васильевым закончится. Ну вот, чем там заниматься, ума не приложу. Саша подумал и вдруг предложил. У меня есть вариант. Ты шить умеешь? Я мог бы тебе в деревню хорошую машинку отвезти. А еще материал. Можешь шить заказы на дому и за ребенком своим смотреть. Вот тебе и копейка всегда живая. Начнешь с простого. Если дело пойдет, то на куртки и детские вещи поставлю тебе. Ну, как тебе предложение? Я помогу тебе на первых порах. Вместе дом в порядок приведем. Вот только поправлюсь сначала. Влада засиял. Спасибо тебе. Это же выход. Ты меня просто спасешь. Шить я умею, мама научила. Думаю, справлюсь. Миша у меня спокойно и мешать не будет. Он так не любит садик. Каждый день идем со слезами. Да и болеть стал часто. А квартиру сдавать можно. Вот и еще доход будет. Может и правда все к лучшему. Ну что ты. Выздоравливай. А я побегу тогда. Будем с сыном переезжать потихоньку. Я к тебе завтра приду, можно? Мужчина нежно взял ее за руку и тихо сказал. Знаешь, Влада, ты просто молодец. Не опускаешь рук. Не пошла по кривой дорожке. Сына любишь, ради него стараешься. Ты спасла меня. Я искренне хочу тебя отблагодарить. Помочь тебе обустроиться в этой жизни. Верь, все горести позади. Все у тебя наладится. Ты приходи завтра с сыном. Хочу на него посмотреть, познакомиться. Я люблю детей. Благодаря неожиданному наследству и встрече с Сашей, жизнь Влада и правда стала потихоньку меняться в лучшую сторону. Она навела в доме порядок. Переехала с сыном туда жить. Там были все условия. Огромный запас дров в сарае, колодец с водой, добротная печь с лежанкой и мебель, хоть и старомодная, но крепкая и удобная. Видно, дедуля был рачительным хозяином с золотыми руками. Миша очень понравилась в деревне. Он с удовольствием носился по двору, лакомился малиной, сладкими яблоками, стал гораздо лучше есть и крепко спать. С соседями Влада быстро нашла общий язык. Они были только рады, что дом теперь не пустует. Помогали женщине на первых порах. Угощали их сыном разносолами. А еще соседка тетя Шура рассказала много интересного о жизни деда и истории их семьи. Авелия Кондратьевича знала вся деревня. Он был крепкий мужик, хозяин, всю жизнь трактористом в поле отработал. Лет до семидесяти. Жена Авдотья рано померла, и он дочку Надю, маму твою, сам на ноги поднимал. Души в ней не чаял. Мечтал, что она тут жить будет, в деревне. Замуж выйдет, дети пойдут. У нее и кавалер имелся, местный парень, Вася. Но вышло все иначе. Надя после школы заортачилась и в город поехала, мол, что тут делать. Замуж тоже не спешила. Хотелось ей в люди выбиться. Она с отцом сильно тогда разругалась. И тот в сердцах ей бросил, что если приедет одна и с пузом, то он ее на порог не пустит. Наде где-то голод не было. Потом она и впрямь вернулась было. Слухи ходили, что на сносях была и без мужа. Надеялась, что покается и отец ее простит. Примет домой блудную дочь. А Савелий не простил. Выгнал из дому. Считал, что она его опозорила на всю округу. Больше Надю мы в деревне не видели. Савелий стал угрюмым, замкнутым, но дело свое знал. Все копошился. За домом следил, ремонты делал. Мы все удивлялись, мол, зачем, для кого? А он резко отвечал всегда. Не ваше дело. Внучке останется. Но с дочерью он до самой смерти не общался. Так и помер один, прямо на огороде. Тромб оборвался. Мы его всей деревней в последний путь провожали. Все думали, может, кто из родных приедет на похороны. Как-то не по-людски получилось. Влада слушала и плакала. Ей было стыдно. Теперь-то понятно, почему мама категорически не хотела ничего слышать о дедушке. Не общалась с ним. Вы простите меня. Я ведь ничего не знала и деда никогда не видела. А мама не любила эти разговоры и все втайне держала. Где похоронен дед? Вы мне покажете? Хочу покаяться. Прощение попросить за все. Они с соседкой сходили на местное кладбище. Влада навела порядок на могиле деда. Покрасила ограду, вырвала сорняки, посадила там нежные цветы. Их много росло у него во дворе. Видимо, дедушка очень любил цветы. Внучка плакала на могиле деда. Просила прощения, что не навещала и не была на похоронах. Тетя Шура как могла ее утешала. Ну, хватит, девочка. Не рви сердце. Это давняя история. Ты ведь не знала ничего. Но знаешь, что я тебе скажу? Савелий там на небесах радуется, что ты в его доме теперь живешь. С правнуком. Это была его заветная мечта. Я думаю, он много раз жалел, что с дочкой так жестоко поступил. Но такой уж у него был тяжелый характер. Не мог он прощения просить. Влада потихоньку обживалась. Они сыном заверещенка, потешного, назвали Бимом. Малыш с удовольствием с ним возился. Чесал ему за ушком, тот радостно повизгивал. Саша выздоровел и стал их часто навещать. Как и обещал, обустроил Владе рабочее место. Привез машинку, материалы. Рассказал, что и как делать. Девушка очень волновалась, когда шила свой первый заказ. Понравится ли ему? Справится ли она? Но на удивление дело пошло. И вскоре Влада получила первую зарплату. Ее счастью не было предела. Сыночек вел себя хорошо. Не мешал маме работать. В основном во дворе с Бимом играл. Да и тетя Шура за ним присматривала. Понимала, что молодой мамочке нужно на хлеб зарабатывать. Она жалела Владу. Часто говорила ей. Вот ведь, как она у вас по женской линии. Смотри-ка, а ты ведь судьбу своей матери точно повторила. Тяжело поди одной мальца на ноги поднимать. Ничего. Вон к тебе какой кавалер ездит. Видный городской, глаз горит. А вы сойдете с ним. Семья будет. Влада лишь смеялась. Ну что вы, тетя Шура. Это просто мой друг Саша. Сначала я его спасла, теперь он мне помогает. Вот и все. Нужна я ему с чужим ребенком. Скажете тоже. Но женщина лишь качала головой. Я долгую жизнь прожила. И точно знаю, не стал бы он просто так с тобой возиться. Если бы ты ему не нравилась. Влюбился он в тебя, как пить дать. А ребенок. Не зря же говорят, настоящему мужику чужие дети не помеха. А дуракую свои в тягость. Так что ты присмотрись к кавалеру. Влада задумалась над словами женщины. И стала совсем по-другому смотреть на Сашу. Ведь он и правда часто навещал их. Не только по работе. С удовольствием общался с Мишей. Привозил ему дорогие игрушки и обновки. Да и Владу саму презентами баловал. То духи французские подарит. То для дома что-нибудь нужное. А еще. А он так на нее смотрел. На самом деле Саше Влада тоже нравилось. Но она была уверена, что не нужна ему. И будет с чужим ребенком. Антон ведь от своего сбежал, а тут чужого растить. Кому охота. Саша напрямую никогда не заговаривал о чувствах. А она тоже не решалась. Неприлично как-то. Сегодня Саша приехал очень поздно. Миша уже давно спал. Да и Влада дошивала комплект постельного белья и собиралась ложиться. Поэтому очень удивилась его визиту. В дом пригласила, стала крутиться на кухне. Ты так поздно сегодня. Расстроенный какой-то. Что-то случилось? Есть будешь? У меня есть плов и коренный суп. Саша молча выкладывал на стол бутылку коньяка, лимон, колбасу, сыр, фрукты. Потом тихо сказал. Выпьешь со мной? Пожалуйста. Мне это нужно. День тяжелый и ужасный. Серегу сегодня посадили и дружков его. Я с ним встречался на очной ставке. Ты не представляешь, как мне сейчас плохо. Влада все поняла. Молча принесла рюмки, нарезала продукты, налила и они выпили, закусывая лимоном. Саша выдохнул и стал рассказывать. Я его спросил по-честному, почему он меня предал. Чем я его так обидел? Я ведь правда не понимал. Все было хорошо, мы даже не ругались. И знаешь, что он мне ответил? Я даже не могу такое повторить. Оказывается, Серега с самого детства, еще с приюта, мне завидовал. А когда меня, а не его, выбрали приемные родители, он затаил на меня зло. Ты можешь такое представить? Но разве я в том был виновен? Его поедала внутри зависть, что я живу припеваючи, а он в приюте прозябает. А все мои подарки, телефон крутой, вещи импортные, которые я ему привозил иногда, он считал подачками, мол, бросил как кость собаки, чтобы та не лаяла. Но ведь я искренне ему помогала от чистого сердца, хоть родители этого и не одобряли. А когда я его на работу позвал, он и вовсе стал на мое место, оказывается, метить. Мечтал от меня избавиться и стать владельцем фирмы. Он же меня сознательно умирать в подполе бросил. Знал, никто меня там не найдет, а с пробитой головой, без еды и воды я все равно бы долго не протянул. И все это время жил, ел, спал, а совесть его не мучила. Хорошо еще, что у меня в фирме есть верные люди. Мастер Федя заподозрил неладное. Стал большую часть выручки через бухгалтерию на отдельный счет переводить, чтобы Васильев не знал. Он не верил, что я мог бросить свое детище и сбежать за границу. Зачем? Для чего? Они коллективом и так уже собирались идти в полицию и меня в розыск объявлять. Я смотрел на Серегу и понимал. Никакой он мне не друг, а чудовище. В нем нет ничего человеческого. Хуборотень. Все. Ну ничего. Теперь ему впаяют по полной. Я постараюсь. Но на душе от этого не легче. Спасибо тебе еще раз, Влада. Если бы не ты, давно бы уже меня не было на этом свете. Они выпили еще по одной. Девушка изрядно захмелела, ведь она никогда не пила крепких напитков. Не успела она опомниться, как к ней подошел Саша, крепко обнял и поцеловал. У Влады все внутри перевернулось. Запорхали миллионы бабочек в животе. Вдруг Саша сказал. Я люблю тебя и не хочу уезжать. Можно я останусь? Не гони меня. Мишу я готов воспитывать как родного сына. Он чудесный мальчик. Давай попробуем стать одной семьей. На глаза Влады навернулись слезы. Она кивнула головой и тихо прошептала. Я согласна. Я тоже тебя люблю. Просто сказать боялась. С того дня Саша и Влады стали жить вместе в деревенском доме ее дедушки. Мужчине на удивление тут тоже нравилось. Воздух был свежий, тишина, раздолье. Не то, что в душном загазованном городе. На машине ездить на работу было не так уж и далеко. Зато по вечерам они теперь ходили все вместе на рыбалку или просто посидеть у реки. Наслаждались прохладой, слушали кваканье лягушек и песни цикад. Вдыхали аромат чабреца и мяты. И были абсолютно счастливы. Был обычный выходной. Влада накрыла стол и семейство завтракало на кухне. Миша теперь во всем старался походить на Сашу. Уплетал без лишних разговоров овсянку. Ведь тот ему рассказывал, что каша специальная. От нее мышцы растут и силы прибавляются. Влада пила кофе с бутербродом и любовалась на своих любимых мужчин. Вдруг в калитку кто-то постучал. За двором был слышен звук машины. Бим тут же подбежал к калитке и стал лаять, оповещая, что пришел кто-то чужой. Удивленная девушка пошла открывать. Она просто опешила, когда увидела на пороге Владислава Алексеевича, директора ресторана. Мужчина держал в руках букет цветов и огромный торт, переминался с ноги на ногу, выдыхал и начал говорить. «Доброе утро, Влада. Далеко же вы забрались. Еле отыскал. Я приехал просить у вас прощения. Каюсь. Не разобрался тогда в ситуации и ни за что вас выгнал. Опозорил. Простите. Вы ни в чем не виноваты». Он протянул ей букет и торт. Она жестом пригласила его зайти. Усадила в кухне, налила ароматного чая и ответила. «Я рада, что все прояснилось, Владислав Алексеевич. Но как же вы узнали правду? Мне очень интересно. Ведь ваша супруга мне в лицо кричала, что я воровка. Даже весь передник изорвала. Я еле пережила этот позор. Кстати, познакомьтесь, это мой жених Саша, а это мой сын Миша». Владислав Алексеевич тоже представился и стал рассказывать. «После вашего увольнения я сам не свой ходил. Все, не мог поверить, что этот узлополученную ручку украли вы. А потом ко мне подошла уборщица и шепнула, что видела, как ручку моя жена Жанна вам подкинула. Но она боялась об этом сказать вслух во время скандала. Тогда я решил просмотреть записи камер. И точно все так и было. Там явно видно, как Жанна взяла в моем кабинете ручку и подложила ее в ваш передник во время обеда, пока вы в магазин бегали. Я просто не мог в это поверить. Устроил дом и разборки. Жанна призналась. Самое страшное, что она ни капли в этом не раскаивалась. Глупая женщина. Она ревновала вас ко мне, не понимая, что вы мне горитесь в дочери. Я решил исправить ошибку. Ведь вы пострадали ни за что. Нанял детективов, чтобы они выяснили, где вы живете. И вот я здесь. Я сильно раскаиваюсь. Простите меня, Влада. Если захотите вернуться, буду только рад. Никто еще не работал так усердно, как вы. Девушка улыбнулась и ответила. Да нет уж, спасибо. Теперь у меня есть любимая работа на дому, и она мне в радость. Так что все, что не делается, к лучшему. Но все равно спасибо, что лично приехали и извинились. Теперь мне на душе стало легче. Не каждый директор на такое способен. Признавать свои ошибки. Разговор вроде был закончен, но директор все не уходил. Он все смотрел пристально на девушку и будто не решался что-то ей сказать. Влада спросила напрямую. Вы на меня странно смотрите, Владислав Алексеевич. Мне прям не по себе. Говорите, не томите. Мужчина глотнул чай и решился. Да, это еще не все. Это даже не самое главное, зачем я сюда приехал. Когда мне принесли досье на вас, я ознакомился и ахнул. Оказывается, ваша мама, Надежда Карагина, это моя первая любовь. Был у нас с ней когда-то в юности бурный роман. Мы даже пожениться хотели. Понимаете? Получается, что вы, ты, Влада, моя родная дочь. Видимо, она даже назвала тебя в честь меня, Владой. Фух. Сказал. Застыли все. Саша смотрел во все глаза на Владу, а та просто ошарашенно на него смотрела. А ведь и правда, они были немного похожи, если присмотреться. Неужели правда? Девушка выпалила. Вот как. Очень интересно. И где же ты пропадал, папочка, все эти годы? Почему не помогал? Почему маму бросил? Что ты теперь хочешь? Думаешь, я кинусь в объятья? Расплачусь. Да ты хоть знаешь, как мы с мамой трудно жили. Как ей тяжело было меня одной на ноги поднимать. У меня в детстве ни одной игрушки новой не было. Меня нищенкой в школе дразнили. Что же ты за эти годы ни разу о нас не вспомнил? Мужчина опустил глаза. Крыть ему было нечем. Дочь была права. Да, я знаю, я плохой отец. Но не спеши судить, выслушай. Мы с твоей мамой сильно любили друг друга. Но я был еще студент, а родители были категорически против нашей женитьбы. Я не готов был к отцовству. Молод был, глуп, мы с Надей сильно разругались. Она была гордая, с характером. Обиделась смертельно на меня. Ушла. Исчезла из моей жизни, понимаешь? А я потом одумался, пытался ее искать, но она даже адреса не оставила. Меня за это жизнь сполна наказала. С первой женой пять лет прожил, развелся. Потом вот на Жанне женился. Думал, она меня любит. Но потом узнал, что у нее есть любовник, и мы с ней уже развелись. Детей мне больше Бог не дал. Хотя я мечтал о них. Все время мечтал. Понимаю, это не оправдание, но ведь жизнь прошла, обратно ничего не вернешь. Мы же можем сейчас с тобой общаться. Миша ведь мой внук. Я хотел бы о нем заботиться. Прости меня, дочь. Умоляю. Влада негодовала и резко ответила. Извините. Я пока не готова об этом говорить. Мне нужно обо всем подумать. Уложить все это в своей голове. Владислав Алексеевич положил свою визитку на стол и, уходя, попросил. Хорошо, я понимаю, Влада. Если захочешь общаться, позвони мне, пожалуйста. Я буду ждать. Ты, Миша, теперь самые родные для меня люди, и я готов все для вас сделать. Директор уехал, а Влада вдруг развелилась и возмутилась. Ну как так можно, скажи? Он прожил всю жизнь в свое удовольствие, а мы с мамой с хлеба на воду перебивались. Мама тяжко болела, умирала у меня на руках. А он где был? Я после родов осталась одна, без поддержки. Где же был папочка? В детстве меня без отцовщины и попрекали. Снова его не было. А теперь явился не запылился. Вот он я, любите меня. Саша слушал молча, качал головой, потом ответил. Ты не горячись, остынь, подумай. Да, твой отец тебя не воспитывал, и его не было рядом. Все ты говоришь правильно, но посмотри на это с другой стороны. Вот ты же сама рассказывала, что твоя мама со своим отцом не общалась. Ты дедушку своего не знала. Очень об этом жалеешь, правда? А сама теперь Мишу на такое же обрекаешь. Он-то в чем провинился? Почему родной дедушка не может общаться с внуком, скажи? Я сам сирота. Меня вырастили приемные родители. Спасибо им, конечно, но веришь, если бы сейчас меня нашла родная мать или отец и покаялись, я бы все простил. Лишь бы обнять родного человека. За свои грехи твой папа сам ответит. Не нужно его судить. Попробуй найти в себе силы и прости детские обиды. Тебе самой станет легче. Дай отцу второй шанс. Мне Владислав Алексеевич показался искренним, неплохим человеком. Но решать, конечно, тебе. Всю неделю Влада промаялась. Она перебирала снова и снова в памяти свое детство. Вспоминала маму, смотрела на Мишу. Перед глазами стояли грустные глаза отца. Его слова покаяния. Она вдруг не выдержала и набрала заветный номер. Здравствуй, папа. Я тут подумала, к черту обиды. Кому будет лучше, если мы не будем общаться? В общем, приезжай к нам в гости. Мы с Мишей тебя очень ждем. Мужчина дрожащим голосом ответил. Спасибо, дочь. Как же я ждал твоего звонка. Жди, я уже выезжаю. Хочется поближе с внуком познакомиться. Тебя, наконец, обнять. Влада очень волновалась. Они с Сашей накрыли щедрый стол. Мишу подготовили. Скоро дедушка твой приедет, Мишенька. Он очень долго нас искал и хочет с тобой подружиться. Малыш обрадовался и стал дежурить у калитки в ожидании гостя. Вот и джип подъехал. Владислав Алексеевич увидел ребенка, расплылся в улыбке. Обрадовался. Тут же полез в пакет и достал оттуда большую машину на радиоуправлении. Тут же протянул ее внуку. Привет, Миша. Я твой дедушка. Вот в гости к тебе приехал. Это тебе от меня подарок. Ну что, дружить будем? Он протянул руки к малышу и тот, улыбаясь, пошел к нему. Мужчина прижал ребенка к себе так нежно и трепетно. Поцеловал его в щечку и прошептал. Какое счастье, что ты теперь у меня есть, Миша. Навстречу ему вышла Влада. Она приветливо улыбалась и, переселив себя, первая обняла отца, сказав. Ну, здравствуй, папочка. Пойдем в дом, там уже все готово. Будем обедать и заново знакомиться. Все вместе душевно посидели. Много говорили. Владислав подружился с внуком и с Сашей. Влада показала родному отцу свои семейные фотографии. Поплакали вместе. Вспомнили маму. У девушки на сердце и правда полегчало, будто тяжкий груз спал. Она теперь была рада, что папа ее нашел. Как ни крути, родные люди должны быть вместе. С того дня жизнь всех наших героев очень изменилась. Они стали одной дружной семьей. Отец предложил Владе работать в ресторане администратором. Но она отказалась. Ведь детство у ребенка только один раз. Ей хотелось все свое время уделять сыну и Саше. Внука дедушка просто обожал. Он купил ему кучу обновок. Установил детскую спортивную горку в комнате, чтобы малыш развивался. Возил три раза в неделю в бассейн. Миша обожал плавать. Саша окончательно переехал в деревню. Подремонтировал дом. И вскоре они с Владой расписались и по-скромному отметили, так как оба не хотели огласки и лишней помпезности. Девушка наконец-то нашла свое счастье. Именно здесь, в дедушкином доме. Он ожил. В нем была какая-то особая аура спокойствия и уюта. Саша усыновел Мишу. Дал ему свою фамилию и отчество. Искренне считал своим сыном. Малыш льнул к нему. Называл его папой. Однажды глава семейства повез всех в город. В детскую поликлинику. Мише пора было делать прививку. Малыш сильно нервничал. Хныкал. Боялся, как и все дети. Влада, как могла, его успокаивала. Но когда подошла их очередь заходить, Миша вдруг взял Сашу за руку и сказал. «Я с папой пойду. Мне с ним не так страшно». Они вместе вошли в кабинет, а через несколько минут Саша вышел. Он держал на руках малыша, а тот вовсе не плакал. Мужчина улыбался. «Вот, милая, герой у нас. Мой самый лучший сын. Смелый, как папа. Совсем не плакал». Влада поцеловала сначала Мишу, потом Сашу и стала одевать малыша. Всю эту картину со стороны наблюдал один из рабочих электриков, которые проводили интернет-кабель в кабинетах. Он просто не сводил глаз с Влады и пристально рассматривал Сашу и малыша. Его жалваки ходили, кулаки сжались. Какая же она стала красавица. Не то, что раньше. Наивная простушка, не имеющая ни гроша. И муж у нее богатый. Вон, как все дорого одеты. Мальчишка папой зовет. Прямо идеальная семейка, аж тошно. Это был Антон. Он пришел домой после работы. Старенькая мама мыла посуду. Отец смотрел футбол. Антон не выдержал и чуть ли не закричал. «Вы знаете, кого я сегодня встретил? Владу. Помните такую? У нее все в шоколаде. Богатый муж и сын. Мой сын, который чужого мужика папой зовет. Довольны? Это же ты, мама, радовалась, что я бросила Владу и ушел к другой. Ну и что, что она старше? Главное же деньги. Да я и сам так считал. Осел, и что? Где сейчас Альбина? Она натешилась со мной, как с молодым один годик, и вышвырнула из своей шикарной квартиры. Все, закончилась любовь. С чем я остался, мама? А ведь мог бы житься, Влада и сына растить. Мой дурак же я, что вас послушал». Мать заплакала, утирая слезы платком, а отец резко ответил. «Значит, не любил ты Владу, сын? Я вот твою мать бы ни за что не бросил. Кто бы мне что не советовал? А у тебя всегда на уме деньги были. Так что выбор ты сделал сам. И на нас свою вину. Давай не перекладывай». Антон махнул рукой, ушел к себе, упал на диван и закрыл голову руками. Как же он жалел о том, что так подло предал тогда Владу. Но было поздно. Влада наблюдала, как Саша трепетно относится к Мише, как любит его, и понимала, как же ей повезло. Он был для нее всем. Поддержкой, опорой, сильным плечом и самым лучшим отцом на свете.